В разные времена у нее были разные имена. Ра, Этиль, Волга. Но с тех пор, как сверху донизу главную реку России пересекли плотины электростанций, в научных статьях и отчетах, в лексиконе специалистов даже в обыденной речи звучат слова «Волжский каскад», «Море», «Озерный участок», «Верхняя часть водохранилища». Даже вода изменила цвет. Где же настоящая Волга? Поезжать под дождичку – хорошая примета. Но что бы так? Прям тропический ливень. Только холодно. Уже июль, а лето никак не наступит. Третий год подряд Волжский университет водного транспорта снаряжает в плавании свою плавучую лабораторию – теплоход «Петр Андрианов». В речном вокзале Нижнего Новгорода собираются участники экспедиции Русского географического общества «Плавучий университет» провожать в поход первую партию счастливцев. Компания большая и разная – от докторов наук до первокурсников. Всех сразу на борт не возьмешь. Экипажи будут меняться. Будут меняться и точки, и акценты исследований. В этот раз особое внимание Волжским притокам. Рыба тянется кустью. Это прекрасно знают рыбаки. И люди всегда тянулись. Удобно для промысла, обороны, торговли. Здесь ставили храмы, крепости, города. Вот главный приток – Ака. Знаковое место. Нижегородская стрелка – точка слияния двух крупнейших рек Европы. Географический центр Великой Русской равнины. Видно вам, нет, ребят? Вон такой вот мыс, да? Это Дятловы горы. На Дятловы горах, на пробережье Айки и Волги, стоит Нижний Новгород. В том месте, где заканчиваются Дятловы, начинаются Фадеевы горы. Здесь устье Великовражка. Эта речка, похожая на ручеек, вырыла огромный овраг, давший громкое имя селу – Великий Враг. Так работает время. Как создается ландшафт с помощью вот такого тонкого резца, как вот такая маленькая речушка. Возникла эта потрясающая архитектура, которая напоминает Кавказ. В узких селах церкви ставили на самом видном месте. Для проходивших судов они служили маяками. Церковь села Кадница стоит на высоком берегу, но не Волги, а Кудьма. Узнай, пожалуйста, какая отметка сейчас стоит в районе впадения Кудьмы. Волгу. Вот здесь кончилась Волга. И что же началось? И началась Кудьма. Вот называется оно Устье Кудьмы. Если Устье Кудьмы, а Кудьма там, значит Кудьма должна впадать здесь? Должна впадать в Волгу. А течение в какую сторону, скажите, пожалуйста? Гидрофизики прошли вчера, замерили, а течение у нас идет в обратном направлении. Получается, Волга впадает в Кудьму. Значит, это Устье? Устье Волги. Вот так вот. Мы нашли еще одну Устье Волгу. Нам все думают, Волга впадает в Космийскую морю. Красивые ребята. Возле села Кадница Кудьма очень близко подходит к Волге. И для удобства сообщения прорыли канал. Вот здесь, напротив Кадницкой церкви. У Кудьмы появилось еще одно Устье. Рукотворное. Потом в Чебоксарах построили плотину. Хвост водохранилища дотянулся до Кадниц. Вода в Волге поднялась и устремилась в Кудьму. 21-13, последний. Первая точка забора. Первая точка забора вообще в Устье. Вот прямо в Устье. Мы будем возиться вот здесь вот в Кадницах. Это моя родная река, да. Я здесь научился плавать и поймал, во-первых, гершей и пескарей. Это свидетельство о том, что река была чистая. Кудьма на своем пути к Волге собирает отходы двух густонаселенных районов, крупных промышленных предприятий. На вид водичка, что называется, не очень. Однако не по цвету, а по наличию и составу планктона определяют, живая вода или мертвая. Много планктона здесь, да? Да, много. Мы стояли прям кишат, прям кишмя кишат. Кто тут только не живет. А ты кого выловил-то? Я не понял. Как это называется? Бокоплав. С той стороны поступает вода с Кудьмы, а с той стороны поступает вода из водохранилища. Это не просто два разных потока воды, которые с химической точки зрения разные. Это еще и разные сообщества планктона. Здесь три университета. Наш лучший университет. Гордость нашей страны. Наш классический Нижегородский. Гордость Нижнего Новгорода и области. И гордость транспортных морских и речных вузов. Волжский государственный университет водного транспорта в лице пробега. И каждый занимается своим делом. Я за рулем маломерного судна. Девушки делают специальные пробы. Смотрят электронными приборами вглубь реки. А ребята охотятся за вселенцами, рачками и всем, что там движется. Они работают профессионально. Понимают друг друга с полуслова. Это реальная научная работа. Это реальный сбор материалов. Как вода? Она прогрелась в течение недель. Ведь лето наступило где-то. Ну, неделю назад и она уже теплая. А самое главное, что она течет. Понимаете? Вот чтобы не говорили нам аспиранты и будущие академики, что это не река, не Волга, что это водохранилище. А вот, смотрите. Да, течет, течет. Вот она. Она зеленее, тем не менее. Чем дальше вниз, тем меньше Волга похожа сама на себя. Сильнее всего Чебоксарское водохранилище изменило устье Керженца. Фактически уничтожило. Скажите, а где Керженец впадает в Волгу? Где устье Керженца? После затопления устье Керженца превратилось в залив. С рукавами, островами, Макарицкий монастырь стоит как будто на острове. Так, на лодку пересаживайтесь, здесь одеваете жилеты все. На лодку садитесь в жилеты. Понятно? На палубе командует проректор, в лодке командует проректором. Давайте, Андрей Борисович, еще вот сюда вот, просто чуть-чуть. Чего тебе не хватает этих садов? Да, да, да. В Волжские воды зайти. Отсюда только последние. Здесь только верхние. Не до вуха. Мы делаем 0,1 обязательно, 0,5 обязательно. Дальше 1, 2, 3, 4 и до дна. Чем интересен Керженец? Тем, что эта река протекает по территории левого берега Чебоксарского водохранилища и берет начало из болотистой местности, где болотные воды, поэтому они имеют высокую цветность за счет большого количества гуминовых кислот в воде. Это не рыбацкая снасть. Это прибор для измерения глубины, которая, к великому для Маши, к сожалению, по мере продвижения вверх по реке неуклонно падает. А ей нужно измерять температуру воды по вертикали. Река Керженец из всех точек, которые нам предстоят здесь, пожалуй, самая неинтересная для зондирования, потому что глубина здесь чуть больше метра и никакие показатели не изменяют. А Дмитрию наоборот, чем мельче, тем лучше. Как видим, Керженец и планктон есть? Есть! Ох, какие хорошие, крупные. Самый крупный планктон в реке, сосредоточенный берегом. Так, мы идем дальше, командуйте хлопцы. У рулевого одна забота. Как бы на мель не наскочить, не зацепить корягу, топляк. Только это и спасает Керженец. Иначе катера гоняли бы до самого Рустая. В гидробиологическом плане река Керженец, пожалуй, самая интересная в нашей экспедиции. 196 км длина реки, она протекает через единственный заповедник нашей области, Керженский. Там большое видовое богатство зооплантона. И очень много редких видов, которые встречаются только здесь. Уникальная река в гидробиологическом плане. Сосны, белые пляжи, коряги, вода цвета густой заварки. Заповедная река, навсегда влюбляющая в себя каждого, кто хоть раз прошел по ней на байдарке, в рафте, в резиновой лодке. Настоящая река. Потому что течет. Двадцать три десять. Десять минут двенадцатого. Вот это ночная вахта, она с чем связана? Сегодня мы отобрали двадцать проб, и это значит, что у нас уже почти сорок литров воды, которые стоят в лаборатории. Это те объемы, которые мы просто не можем привезти с собой в Москву. Поэтому мы подготавливаем место того, чтобы везти огромные вот такие бутылки. Мы разливаем их на отдельные объемы. Маленькие флакончики на пятьдесят миллилитров. Вода. Два атома водорода, один кислород. Такая простая школьная формула. Такое сложное, древнее, до сих пор загадочное вещество. Может быть, даже существо. Основа жизни и пример для подражания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все связаны друг с другом. Земля и небо, моря и реки, люди, звери, птицы, корни. Когда-то по этим местам сбегала к Волге Белая речка. Теперь здесь Марина. Яхтенная стоянка. По-испански Марина означает морской. Группа научных сотрудников Института прикладной физики Российской академии наук под руководством доктора физико-математических наук Санислава Ермакова не случайно именно здесь тестирует свой трехчастотный локатор. Сейчас мы идем разливать масло. Заходим вон туда за тот буй. Проходим километра два, туда южнее. Там разливаем, они к нам идут и с локатором работают по разливу масла. Опять волнение слабое! Имитация разлива нефти, изменение рельефа воды. Локатор должен не только фиксировать эти изменения, но и отличить по длине волны пленку нефти от пятна цианобактерий. А уж этого сине-зеленого яда в горе море хватает. Москвичи довольны. Такого они еще не видели. Увезут с собой, как некую драгоценность, тиковину. Такая вот зеленая каша. И отфильтровав всего 20 миллилитров этой поверхностной пробы, мы получили такую навеску, в которой в дальнейшем определим концентрацию хлорофилла. Ожидаем, что она будет весьма высока. Горе море. Так называют в народе нижнюю часть горьковского водохранилища. Действительно горе. Прямо какой-то рассадник, заповедник цианобактерий. Они приводят к заболачиванию в итоге и врождению водоема. То есть это можно сказать, ну вот это природная старость такая. Жизнь водохранилища, она гораздо короче, чем озеро. Поэтому то, что озеро происходит за тысячи лет, а водохранилище происходит за десятки. И водохранилища, которые проектировались на Волге, у них срок службы достигает там 10-100 лет, не больше. Что же будет через 200? Живая вода станет мертвой? Как великая русская река, она уже давно исчезла. С тех пор как начали строить плотины. Якорь вышел, якорь чист, поехали. Тысячи лет Волга служила человеку главной дорогой. В середине 20 века она стала служить источником самой дешевой энергии. Заплатила за это своими подтопленными берегами, позеленевшей водой, но не потеряла значения главной водной магистрали. Напротив, каскад плотину углубил фарватер, по нему пошли суда типа река о море, и только один участок, от городецких шлюзов до балахны, мешает движению водного транспорта. Сейчас коровий перекат, вот здесь царя откопает мелко, и сразу козинский перекат начинается козинский. Сюда не дотянулось Чебоксарское водохранилище. Общественность помешала поднять уровень затопления до максимальной 68-й отметки. Здесь мелко, как в прежние времена. Пассажирские лайнеры, груженные танкеры, тяжелые сухогрузы не могут пройти через шлюзы ни вверх, ни вниз. Из двух зол правительство выбрало меньшее. Строительство низконапорной плотины, вот здесь, чуть ниже балахны, в районе большого казино. Последний участок Волги, текущий в своих берегах. Устья Узолы до затопления. Речные баки. Чайки в ладонях песчаные косы. Волга, памятник природы планетарного значения. От него останется короткий отрезок. Какой-нибудь десяток километров от Балахны до Сормова. Когда-нибудь туристам будут показывать этот кусочек. Вот так выглядела настоящая Волга. Так что же такое Волга? Вода или берега? Русло или устья? Река или цепь водохранилищ? Дорога или источник электроэнергии? Объект научных исследований или место праздного отдыха? Колыбель русской нации или сточная канала? Для рыбака одно, для капитана другое. Для энергетика третья, для биолога четвертая, для химика пятая, для географа шестое, для художника седьмое. Но ведь есть же что-то общее, сокровенное, может быть до конца неосознанное, лежащее в глубине души, рядом с мечтой, любовью, надеждой, родиной. Может быть это и есть настоящее Волга. Они остались как символ того, что, не знаю, может они бурлаков еще видели? Здесь же вода стоит, возможно, здесь вода из Волги присутствует. Поэтому все мальки в основном концентрируются как раз именно в зарослях. Это может быть очень важно для всех исследований Колыбельского бассейна. Мы всегда помним, на какой реке мы работаем, на какой реке создано водохранилище. Мы вышли из Нюзов и сейчас входим в настоящую Волгу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова